Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кажется, умерли от чумы, потому что были посыпаны известью. Но самое интересное, что они не разложились, несмотря на возраст. Позвольте показать. Один из рабочих порезался об реброс скелета. Вроде бы легкий порез. Но к тому времени, когда приехали медики, он уже был мертв. От чумы? Мы еще не знаем. Запечатать все скелеты в герметичные мешки. И этот труп. Куда их послать, сообщу позже. И молчать обо всем этом ни слова. Опасность. Биотоксическое заражение. Фильм производства «Волкин Вольф Продакшнс» Лорис Курчи. Совместно с «Пфи Студиос», «Три Пикчерс», «Пасворд», «Эббиес Продакшнс» и «Виктория Филм». Кен Фори и Кристина Клебе в фильме «Зона мертвых». Сербия, бывшая Югославия, Панчево, наше время. Вокзал, пригород 2207. Тебя они послали на учение? Кто-то должен был остаться в городе, дедушка. Я тебе не дедушка, милок. Да ладно, дед, расслабься. Звонили из химического ведомства. Приедут через пару минут. Жду, не дождусь. Извините, позвольте спросить. Поезд из Румынии опаздывает? Что происходит? Он только что прошел мимо. Не заметили? Что значит «прошел мимо»? Сегодня поезда здесь не останавливаются. Тут проводятся войсковые учения и... Не заметили надпись у входа? Мне надо позвонить. Мобильники не работают. Говорят же вам военные учения. Пойдемте, я провожу вас. К телефону. Осторожнее, сейчас бензовоз проедет. Станция закрыта. Вот телефон. Наша армия вчера вечером провела совместные учения силами НАТО... Звоните через девятку. ...по освобождению заложников, захваченных террористами сегодня утром. Учения продолжаются. Парни! Вы знаете, что опасно ходить по путям? Куда собрались? Вы куда? Не переживай, братан. Эти дурацкие учения еще долго продлятся. А мы решили не ждать утра и немного развлечься, пока нас не найдет военная полиция. Хотим показать нашим американским друзьям, как веселяться в Сербии? Курец! Курец! Пичка! Пичка! Какие-то шпики сюда едут. Сербия, Врзак, государственная тюрьма. 2221. Агент Милиус? Это он? Заключенный 611. Это ваш человек. Почему он сидит в одиночке? Какие-то проблемы? Вроде того. Выведите его. Тебя переводят. Слышу. Я говорю, тебя переводят. Я и говорю, слышу. Не двигаться. За мной прислали такую милашку. Ты от меня не выстрелишь. Вокруг здания усилены наряды полиции. Ты считаешь, что сможешь сбежать? Только так я мог отблагодарить их. За гостеприимство. Я не могу дозвониться жене. Она будет весь вечер ждать на станции, а я не появлюсь. Начнет звонить в полицию, начнется истерика. Женщины всегда подозревают худшее. Давайте, парни, проходите. Ты меня не гони. Видел, из какой я части? Он теперь американский гражданин. У меня всегда при виде ученых мужей случается недержание. Что тут происходит? Где охрана? Можете пожаловаться мне. Хотите всю ночь провести в участке? Ты что, мне угрожаешь? Ты знаешь, кто я? Знаешь? Стой, спокойно. Что, цыпленок? Сразу смелость потерял? Хватит, убери оружие. Оно заряжено. Хватит, убери оружие. Маски. Маски. Помогите. Кто-нибудь помогите. На помощь. На помощь. GPS не работает. Это из учений. Наверное. Может, раз GPS не берет, воспользуемся этой картой. Ты в порядке? Да. Мы сейчас в Рзаке. Можем поехать по этой дороге. Она ведет в Белград. Через Панчево. Да, логично. Собираемся. Они опаздывают. Агент Райс никогда не опаздывает. Райс? Я думал, что приедет какой-то местный коп. Нет, Мортимер Райс. Его прислали из главного управления. Ты его знаешь? Он живая легенда. Из Техаса. Бывший ЦРУшник. 20 лет назад перешел в Интерпол. Потом женился, обосновался в Сербии. 20 лет назад перешел в Интерпол. Я принес тебе завтрак. То есть обед? Нет, это сарма. Все запаковано. Что у нас сейчас? У нас 5 минут на перекус. Ешь. Когда прибудет фургон? Утром. Интерпол запросил нас двоих, Морти? Да. Последнее дело перед отставкой. Для меня все кончится ровно в полдень. Не хочу опаздывать. Я должен быть вовремя. Ты всегда все делаешь в точности? Да. Все должно быть спланировано. Наш психолог назвал меня безумным контролером. Я не могу. Столько лет. Столько воспоминаний. Мне жаль, что ты уезжаешь. Здесь все напоминает о ней. Знаю. Я понимаю. Мы столько пережили вместе. А теперь приходится прощаться. Кто-нибудь ответьте. Яд выветрился. Я так переживал за вас. Все вокруг лежат без сознания. Телефонная линия отключена. Я не могу вызвать скорую. Не могу позвонить в полицию. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... Сербия, Панчево, церковь Иоанна Предтечи, 2305 Что вы делаете снаружи? Вам нельзя покидать келью, пока демоны не оставят вас. Дверь была открыта, никого не было. Вам лучше вернуться. На меня напал какой-то человек. Сестра, это тот самый день? Блажен будет каждый соблюдающий слова пророчества книги сей. Не запечатывай слова пророчества книги сей. Грязу скоро, и возьмесь, где мое со мной. Каждому воздастся по делам его в этот день. Он меня отпадает. С NASA Какая-то ПОДПИТОРЖЕНИЕ СПОКОЕ ПОДПИТОРЖЕНИЕ Вы опоздали? Нет, вы прибыли раньше. Имя? Петрович, сэр. Петрович? Да. Ну, ладно, Петрович. Мы прибыли вовремя, верно? Конечно, сэр. Я так и думал. Мина Мьюз, рада познакомиться. Я читала ваше досье, это потрясающе. Я впечатлен. Но в досье нет самого интересного. Это инспектор Белич. Инспектор Белич. Зовите мне Драгон. Дракон? Нет, просто Драгон. Ясно. Итак, задание простое. Мы должны доставить заключенного в Белград. Оттуда его отправят на самолете в Лондон. Знаю, я весь день проверяла маршрут. Но GPS не работает. Мы этого ожидали, верно? Все в порядке. Это простое задание. Справимся за пару часов. Будьте уверены. Так точно, сэр. Успокойтесь. Это ваша операция. Мы всего лишь наблюдатели. Это меня иннервирует. Вы знакомы с Петровичем? Да, я знаю его. Это агент Боттен. Агент Семьи в фургоне. Отлично. Мина? Идём. Всё будет хорошо. Ладно, поехали. ПОТПИШИСЬ! 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 Сербия, Белград. Президентский дворец. 23.15. Господин Президент, я вас искала в офисе. Я решил быть здесь. Меня это место успокаивает, дарит покой. Все идет по плану. Полковник Айронсайд сказал, цитирую, «За первые два дня учения сербская армия продемонстрировала способности и умения, равноценные любой другой современной военной силе в мире. Так что все идет прекрасно». Это хорошо. Сейчас я жду начальника бюро. Первое задание. Это так заметно? Не очень. Просто я тоже прочитал ваше досье. У вас хорошие рекомендации от Академии. Меня не остановить, если у меня в руках ноутбук. А вот с оружием посмотрим. Вам стоит кое-что узнать, Мина. Я занимаюсь этим 20 лет. За все это время я всего лишь дважды доставал оружие из кобуры. Я серьезно. И оба раза я был рядом. Я твое проклятие, Мортимер. Если наведешь порчу в третий раз, я заставлю тебя сожрать твою сарму. А кто заключенный? Почему мы перевозим его глубокой ночью? Вообще-то в его деле много непонятного. Агент Райс, вы что-нибудь слышали о нем? Все данные засекречены. Наша задача – доставить его в Лондон живым и здоровым. Поэтому мы вам помогаем. Петрович, а ты чего такой тихий? Может, мне не нравится, что задание поручили зеленому новичку. Вот поэтому. Сербия, Панчево. Квартал Никола Тесла, 23.30. Мы на месте? Нет, просто заглохли. Дурацкая юга. Бензина нет, что ли? Пока что не ясно. Просто встали. Что происходит? Такое впечатление, что эти ребята идут с вечеринки. Ян? Наконец-то. Далеко станция? Мы сможем дойти? Ян, смотри. Спасите меня. Господь спасет. Бежим. Он безумен. Все думали, что я безумен. Мне не разрешали покидать Келью. Но теперь... Теперь... Бежим. Быстрее. Быстрее. Бежать. Это конец ваших дней. Это начало Армагеддона. Армагеддона. Отсеките змею голову, и тело умрет. Спасите меня. Увезите отсюда, умоляю. Возьмите меня с собой. Заводи машину. Заводи. Быстрее. Ключи. Все из машины. А ты уходи. Прочь. Я не с ними. Я... Это кошмар. Ужас. Так и знала, что не надо было есть грибы. Звучит Eisenhower. Девушки. 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 Господин президент, пришел начальник бюро. Я думал, что вы спите в это время. А я не думал, что вы ответите на звонок. Правда? Как я мог отказаться? Ведь вы президент. Скажите, что такое операция «Черный дым»? Что это? «Черный дым» — это операция, ведется десятилетиями. Более 20 лет назад в промышленной зоне Панчева мы столкнулись с необычным явлением. Там были кости старых жертв, погибших от чумы. Что? Как оказалось, вирус чумы обретает интересные свойства, если поглощает достаточное количество аммиака и бензола. Я не химик, точное описание дать не могу, но главное, в результате мертвой клетки оживают. Да-да. Добро пожаловать в Панчева. Почему ты закрыл окно? Из-за вони. Им не нужна табличка, когда чуешь вонь. Значит, ты в Панчева. Значит, во время самого обычного задания нам нужно проезжать мимо самого токсичного города Европы? Ты этого не ожидала? Я вам скажу кое-что позабавнее. Люди говорят, что здесь проклятие. Добро пожаловать в Панчево. Он мертв. Мина! Да? Передай Савиньи, пусть ждет нас у следующего семафора. Есть, сэр. Петрович! Свяжись с местной полицией. Есть, сэр. Мортимер. Да? Смотри. Только не говори, что в третий раз навел порчу. Мина, останьтесь в машине. Ноутбук мне сейчас не поможет. Следи за периметром. Петрович! Связался с местными? Нет ответа. Помехи. Мина! Вызови Савиньи, пусть сейчас же возвращается. Есть, сэр. Ты это слышал? Слышал. Слышал. Агент Райс Савиньи и Ботун не отвечают. Так что... Мина, живо в машину! Быстро! Морти, уходим! Живей, Морти! Давай! Пошли! Уходим! Вперед! Давай! Мина! Я в порядке. В порядке. Едем! В порядке. Минь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Петрович, постарайся связаться с кем-нибудь. С полицией, школьной охраной, с кем угодно. Плевать, найди хоть кого-нибудь. Есть, сэр. Агент Савиньи! Агент Боттен! Боттен? Савиньи мёртв. Агент Райс, как насчёт заключённого? Фургон вышел из строя. Придётся пересадить его в нашу машину. Агент Райс, я могу стрелять! Я нашёл Боттена. Агент Райс, вы в порядке? Да. Всё отлично. Надо убираться отсюда. Сейчас же. Мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Поэтому нам придётся перевести вас в другую машину. И давайте без глупостей, ясно? Он слышал тебя. Открывай. Цельтесь в голову. Что? Я сказал, цельтесь в голову. Он прав. Больше не двигается. Ладно. Уходим. Решили начать без меня? Пошли. Полегче, полегче. Нам нужно добраться до машины. А потом уедем. Уедем? Вечно мне так не кажется. Они повсюду. Что происходит? Давай быстрее. Я бы с радостью. Но у меня жуткие волдыри от новой обуви. Давай, давай, давай. Это какая-то война? Да. Война миров. Что нам делать? Мортимер. Надо найти ближайшее отделение полиции. Наладить связь. И ждать подкрепления. Ладно. Ближайший участок за парком. Петрович, бегом к машине. Заводи двигатель. Пошел. Вперед. Давай. Давай. Это кажется проборнее всех. Первая жертва. Куда теперь? Стреляйте в голову. Заткнись. Заткни пасть. Я же сказал, стреляйте в голову. Заткнись. Хотите, чтобы он стал таким же, как те двое? Петрович, ты меня слышишь? Слышишь? Петрович мертв. Петрович! Прощай, Петрович. Мина. Стереги его. Колеса спущены. Придется идти пешком. Участок в том направлении, за парком. Недалеко. Мортимер, освободи его. Что? Освободи его, быстро! Мина. Мина. Мы едва повстречались, а уже так близки. Хочешь, мы оставим тебя здесь? Агент Билюс. Что на это скажешь? Тебе пошла бы форма группы поддержки. Мина. Может, дадите мне оружие? Я метко стреляю. Не сомневаюсь. Пошли. Здание здесь. Вперед. Не сомневаюсь. Несом помощь. Вперед. Уберите её от меня! Уберите! Зло поэта. Верните оружие. Верни оружие. А спасибо. Спасибо. А теперь верните оружие. Он тебя укусил? Теперь ты станешь таким же, как они. Можете притворяться, будто не понимаете, что здесь происходит. У нас нет на это времени. Еще одна такая шутка. Я сотру твою ироническую ухмылку навсегда. Понял? Пошли. Иди. Продолжение следует... Вперед! Продолжение следует... Похоже, мы пропустили веселье. Продолжение следует... Ты в порядке? Да... Связи нет. Ты можешь связаться с Белградом по сети? Да, система вроде бы не повреждена, но нет электроэнергии. Если бы мы нашли генератор... Найдем. Рано словно онемело, да? Скорость трансформации зависит от силы укуса. А откуда ты это знаешь? Скажем так, инстинктивно. Надо... Найти аптечку здесь. Сейчас. Кое-что есть. Спасибо. Куда все пропали? Возможно, мятеж. Съедены, заражены. Или то и другое вместе. Будешь говорить, когда разрешат. Ясно? А то что? Сотрешь улыбку? Можешь рискнуть. Как себя чувствуешь? Дерьмово. Мина, мы с инспектором Беличем проверим помещение. Если шевельнется, убей его. Как скажете. Да. Они перестали ломиться. Думаешь, успокоились? Нет. Проклятие. Встретиться с таким, как это... Не шевелись. И заткнись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, они все унесли. Патронов тоже нет. Плохо. У меня всего две обоймы. А у тебя? Одна. Надо поэкономнее. Проверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Вы нормальные? А вы нормальные? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пострадавшие есть? Нет. Мы в порядке. Но там джентльмен за решеткой. Он попросил нас запереть его. Сэр? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я профессор. Идем. Я сегодня работал в библиотеке, а сейчас все умерли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь эти книги... Знания о мертвой цивилизации. Все будет хорошо, сэр. Мы из полиции. Я открою дверь. Мы поднимемся. И найдем безопасное место. Моя жена. Мне не удалось сказать ей, чтобы она не ждала меня. Идите. Ладно, идем. Сорок. Еще выжившие. Отлично. Я агент Милиус. С ним были проблемы? Если были бы, он бы уже не сидел здесь. Не обращайте внимания. Она не сможет устоять перед моим обаянием. Когда я бежал со станции, столкнулся со странным солдатом. Он кричал, что близится Армагеддон, что он был давно готов. Кажется, он прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крысы бегут с помойки. Я верну вас туда, откуда вы пришли. Смотрите, вот Божий пророк. Он владеет инструментом, который позволит испытать вам силу Господа. Да исполнится воля его. В конце коридора запасной генератор. Нужно промыть. Можно воды? Я спас тебе жизнь в парке. Надеюсь, я заслужил немного благодарности. Я сказала спасибо. Надо же, камера вышла из строя. В такой момент. А я не могу поверить, что среди этого ужаса ты заботишься только о своей камере. Да, но это самое худшее, что случилось с начала цивилизованного мира. Я в этом участвую, и у меня нет камеры. Что может быть хуже? Ну что такое? Разозлилась? Ладно, неважно. Я переживаю за Джованну. Почему ты беспокоишься за меня? Так или иначе, вначале ты показалась такой решительной. Но все равно проступал страх. От тебя просто несет страхом. Да. А от тебя несет потом. Это твое первое дело? Ни черта себе инициация, да? Помолчи. Я принесу тебе стакан воды. Я слишком долго молчал. Незаконно посадили, без всяких доказательств. И теперь едва я попал в этот город, как тут такое дерьмо. Что за цирк? Хочешь меня убедить, будто ты такая важная шишка, что кто-то устроил заговор против тебя? Нет. Я просто странник на этой странной земле. всю свою жизнь. Ты разболтался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кошмар. Этот подонок был прав. Как чувствуешь себя? Рана болит. Весь левый бок онемел. Нужно добраться до генератора. Драк, завяжи бинт обратно и пошли. Я ценю тот факт, что ты пытаешься поднять мне настроение, но, Морти, я не пойду с тобой. Я думал, что ты выбросил их. Я пытался. Но это единственное, что помогает мне не сойти с ума. Снова мучает? Больше, чем когда-либо. Намного больше. Мне жаль. Поговорим об этом позже. Сейчас не время. Знаю. Пошли, Драк. Он в порядке? Ты бы нашла веревку и связала его, ему недолго осталось. Еще одно слово. Мина! Послушайте, если он заражен, то лучше его сразу пристрелить. Убейте его. Довольно. Я уж не надеялся. Агент Райс, что вы делаете? Надо запустить генератор. Белич серьезно ранен. Если я возьму тебя, за ним никто не присмотрит. А так он будет под моим наблюдением. А я думал, что копы уже не стремятся стать героями. В данный момент мне ничего лучшего не пришло в голову. Здесь тебе не дикий запад. А ты выгляни на улицу. Мина! Следи за Беличем. Ему все хуже. Ты знаешь, что нужно делать, если он начнет превращаться. Нет, я... Это приказ, агент Миллиус. Мы всегда выполняем приказы. Есть, сэр. Ладно, пошли. Ты! За мной! Я просто репортер. Меня это не интересует. Встал! Как только мы спустимся... за преддверь. Ясно? Да. Вроде пусто. Ты уверен, что генератор внизу? Я видел план здания. Ладно. Пошли. Что мне мешает выстрелить тебе в спину и отправить в ад? Ты не дурак. Вместе у нас больше шансов пережить эту ночь. Ты же знаешь. В такой ситуации ты просто... пришил бы меня. Так, ну все. Если выкинешь какой-нибудь номер, я убью тебя. И стрелять буду не в мозг, а прямо в сердце. Чтобы ты стал таким же, как эти. Ух ты. Да ты просто художник. Искусство не имеет к этому отношения. Просто я не такой, как ты. Кошка. Что? Всегда есть кошка. Субтитры сделал DimaTorzok Сиамска. Мозг. Если мозг поврежден, инфекция не распространяется. Откуда ты все это знаешь? Чернобыль. 1986 год. Правда? Ты там был? Сколько лет тебе тогда было? Пять? Не я. Отец. Давай лучше найдем этот чертов генератор и выберемся отсюда. Спасибо. Как себя чувствуешь? Лучше некуда. Принести тебе воды? Слушай, ты только начала свою работу. Не говори. Успокойся. Только одно. Эта работа может завладеть человеком. Она превратится в одержимость. Не дай этому случиться с тобой, как это случилось с Райсом. А что случилось с Райсом? Дурацкая нелепость испортила ему жизнь. Глупая одержимость заставила его уехать однажды на дело, вместо того, чтобы встретить жену. она решила приехать сама на поезде. Поскользнулась и попала под поезд. Не позволяй этой работе одержать верх над тобой. Не позволяй ей управлять тобой. Не дай себя уничтожить. А сейчас пусти мне пулю в голову. Умоляю. Мина, пожалуйста. Мина, одну пулю, прошу. Прошу. Прости. Умоляю. pr salvation. Умоляю. Здесь жарко. Тихо. Это здесь. Сам видишь, тут только главный рубильник. Включается автоматически. Надо попробовать. Ничего не вышло. Что ты делаешь? Иногда нужно просто пнуть как следует. Ясно. Кажется, кому-то из твоих коллег пришла в голову та же идея. Там выход на улицу. Быстрее. Назад. Шевелись. Осталось три магазина. Беги к двери. Не обращай внимания на них. Ясно? Пошел. Теперь ты свободен. Ты мой должник. Пошли. Открой дверь. Открой эту чертову дверь. Открывай. Не то буду стрелять. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их полно. Мы все погибнем? Двигай стол. Мы умрем. Двигай стол. Отпусти, отпусти. Пошел, пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне жаль. Очень жаль, он стал. Ты все правильно сделала, поняла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай! Быстрее, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо поперить дверь. Мне надо проверить сеть. Пошли. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Система работает, но внешней связи нет. Такое впечатление, что отключена центральная станция. Зато... У нас есть кабельная. Это просто телевидение Панчева. Стой, подождите. Оно работает. Смотрите. Что? Видели это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в этом парке впервые поцеловалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это вторая смерть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо! Ты можешь управлять оборудованием? Пришло время сообщить всему миру о том, что происходит здесь. Ясно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бесполезно. А вы можете включить мультики? Смотрите. Давай, старик, чего ты копаешься? Люцифер изобрел эти демонические машины. Все могут пользоваться ими. Это тот псих! Знаешь, Ян, когда все закончится, ты сможешь взять у него интервью? Вряд ли я снова приеду сюда. Братья и сестры, горе земле и морю, ибо пришел к нам дьявол в великом гневе. В эти дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Выключите, пожалуйста. И видел я, как рассыпались в прах бетонные и стальные города. Видел я, как темные воды поглотили города. Я видел путь раскаяния. Нужно уничтожить старую землю. Искупите грехи наши против планеты за то, что мы превратили ее в нашу игровую площадку. Мы должны заплатить за грязь и ядовитое зловоние, которым мы заполонили моря и океаны, джунгли и леса. Мы уничтожили их своей надменной небрежностью и огромным пренебрежением. Выключите. Убейте змея в голову. Подожгите ему хвост. Отрубите голову. Это единственный выход. Выпустите меня! Держи ее! Пустите! Пустите меня! Успокойся! Успокойся! Вы упустите меня! Я хочу уйти! Я хочу уйти! Успокойся! Они ворвались! Быстро назад! Уходите живо! Бегите в другие помещения! Джованно! Джованно! О, дурацкая поездка! Пошли! Пошли! Мы задержим их! Всего на пару минут! Вперед! Джованно! Вперед! Здесь выход! Это окно ведет на боковую улицу. Я проверила. Их там нет. Профессор! Уходите. Профессор, если вы останетесь... Знаю. Но вы слышали этого человека? Настал всеобщий конец нашей цивилизации. Уходим! Мы десятилетиями следили за ее разложением. А сейчас настал конец всему. Мы сами виноваты. Это наша ошибка. Ваша жена... Она все еще ждет вас. Моя жена. Но она умерла. Десять дней назад. Я как-то забыл об этом. Агент Райс! Агент Райс! Идемте! Итак, профессор. Вы идете? С нами! С нами сейчас происходят более страшные вещи. Умереть или вернуться. Блуждать в потемках, не зная, что есть любовь и что значит быть любимым. Блуждать в потемных Продолжение следует... Я думаю, лучше идти к реке. Найти лодку и добираться до Белграда. Подождите. Может, лучше поискать что-то вроде супермаркета или... Там будет трудно обороняться, поверь мне. Они заберутся туда. Я думаю, лучше идти к реке. Это явно лучше супермаркета. Агент Райс, что с патронами? У меня пусто. Мина, сколько у вас патронов? Не больше трех. А у тебя? Пусто. Ладно. У нас достаточно времени, чтобы покинуть город перед тем, как власти подавят вспышку. Что это значит? Как в Чернобыле. Взрыв реактора был единственным способом остановить распространение заражения. Что это значит? Ты был там? Там работал мой отец. Первые погибшие жертвы вернул к жизни газ. Вторичные жертвы, которых убили первые, воскресли и стали источником распространения заразы. А твой отец? Умер. Дважды. Река уже близко. Вон там. Посмотрите на них. Очень странно. Будто они все спят. Вы эксперт. Что это значит? Понятия не имею. В Чернобыле такого не было. Там все быстро остановили. Может, они пытаются согреться? Когда умерли, слишком замерзли. Как бы там ни было, река – единственный способ выбраться отсюда. Что теперь, шериф? Тихо, тихо, я думаю. Ладно, вот как мы поступим. Я пойду туда. Если они не шелохнутся, тогда все в порядке. Если встанут, я попробую отвлечь их к вагонам. Мина. Как только зараженные пойдут за мной, бегите к реке. Бегите так, словно ад гонится за вами. Ясно? Мне этот план не нравится. Не хотите меня отпустить? Это первое задание агента Миллиус. Будет жалко, если она не сможет выполнить его успешно, верно? Ладно, пошел. Когда я был мальчишкой, у нас по соседству жил один безумец. Он повсюду бродил, пугал людей. Он говорил очень странные слова, но они навсегда отпечатались в моем мозгу. Он говорил... Ад выйдет за свои пределы, и мертвые вновь восстанут. Безумный старик, правда? Ну что, я пошел. Ад Продолжение следует... Он остановился. Чёрт! Ждите сигнала. Это наш шанс. Бежим! Давайте дружно. Бежим! 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 Так, мы быстро справились. Спускайтесь к реке, заводите мотор и ждите. Я пойду за Райсом. Это нарушение приказа. Ладно тебе. Иди. И пропустить веселье? Пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Отвяжи верёвку. Я заведу двигатель. Не будем терять времени. Уходим. Давай! Вперёд! Ян! Возьми меня! Я не буду никого ждать. Никого. Возьми меня! Это вонь конца дней. Идите ко мне, дядя тьмы. Настало время искупления. Он наш единственный шанс. Сюда! У меня хватит оружия для всех. Прогоним эту мразь туда, откуда она пришла. Я иду за Райсом. Вдвоём. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Продолжение следует...